Добрый день, меня зовут Стас Маев. И сегодня мы с вами вспомним и поговорим о самом клёвом, что случалось с аналоговой потребительской фототехникой. О полароиде. Мгновенную фотографию сейчас может снять любой смартфон. Пара прикосновений и где-то в другом городе мама знает, что вы покушали. Но несмотря на это, руки тянутся к старым добрым полароидам, которые с приятным скрежетом выдают настоящую аналоговую фотографию. Интерес к ретро коснулся всех сфер. Во многом это связано с тем, что люди, родившиеся в 80-х и 90-х, сейчас достигли возраста, когда раньше трава была зеленее, деревья выше. Им хочется вернуться к тем вещам, которые оставили воспоминания на всю жизнь. И эти же люди сейчас уже платежеспособны, а такой шанс акулы маркетинга упустить никак не могут. Что же до рожденных в 2000-х и ностальгирующих по временам, в которых никогда не жили, психологи говорят, что это нормально. Но есть здесь кое-что еще. Многие изменения, навязанные технологическими кампаниями, незаслуженно вытеснили своих прародителей. Как моноблок убил раскладушки, так и цифра вытеснила аналоговое фото в касту фетишистов. Ощущая, что их где-то обманули, люди голосуют рублем. Поэтому аналоговое мгновенное фото снова становится популярным. Это было весело, удобно, быстро, атмосферно и никому не мешало. На такой благоприятной волне было объявлено о возрождении компании Polaroid Originals, которая остановила свою деятельность в 2008 году. Они говорят, что в сегодняшнем цифровом мире все больше растет спрос на то, что выходит за рамки экрана телефона и становится реальной ценностью. Остин Клеон в книге «Крадди как художник» описывал 10 уроков креативности, один из которых касался именно противопоставления аналога и цифры. Остин говорит, работайте руками. Человеческому мозгу важно получать результат своей работы. Поэтому, когда художник создает в неосезаемом пространстве, творческого заряда хватает ненадолго. Необходимо возвращаться к работе руками. Эту проблему еще только предстоит решить евангелистам виртуальной и дополненной реальности. Но вернемся к Polaroid. Компания Polaroid была основана Эдвином Лэндом, выпускником Гарварда и внуком русских иммигрантов, в 1937 году. В основном компания выпускала товары с поляризационным покрытием. Солнцезащитные очки, настольные лампы и другое. Во время Второй мировой войны компания выпускала целый ряд товаров для американской армии, включая инфракрасные приборы ночного видения, прицелы для орудий, виктрографы и так далее. А вот камеры для моментальных фото стали выпускаться лишь спустя 11 лет, в 1948. Однажды, в 1943 году, во время отдыха в Санта-Фе, трехлетняя дочь Лэнда Дженнифер поинтересовалась, почему нельзя посмотреть фотографию сразу после съемки. Именно этот наивный детский вопрос стал отправной точкой в работе Лэнда над новым типом пленки. Позже Лэнд вспоминал, что в течение часа разложил в голове все необходимые для реализации данной технологии условия и компоненты. Именно тогда он решил заняться разработкой мгновенной фотографии. Получение патента и реализация идеи заняли 5 лет. Желание дочери Лэнда потребовало не только создание нового типа пленки, но и камеры с иным механизмом производства фотографии. Главным элементом системы стала пленочная кассета, содержащая как негатив, так и приемный слой позитива, соединенный резервуаром с реагентами, включая гидроксид натрия для проявки. Этот резервуар называли коконом. При выходе из камеры пара роликов в основании сжимали пленку, разрушая стенку резервуара, после чего реагент растекался по области изображения. По мере распространения реагентов химикаты удаляли незасвеченный галогенид серебра с негатива, выводили его на слой позитива в меньшем количестве, создавая конечное изображение. И по сей день процесс существенно не изменился. Снаружи снимок защищен прозрачной пленкой. Ниже фиксаж. Следующим лежит буферный слой. Он задерживает проникновение веществ фиксажа, пока ниже проходит реакция с реагентом. Следующим идет приемный слой бумаги, где формируется финальное позитивное изображение из красителей с нижних слоев. Под ним реагент. Шесть следующих слоев – это чередующиеся эмульсионные слои и слои с проявляющей краской. Три эмульсионных слоя чувствительны красному, зеленому и синему цветам. Они работают как негативы для слоев с голубой, пурпурной и желтой красками. Или, если в более привычных терминах, циана, маджента и желтого. Лишая тех способностей к переносу на бумагу. Например, фотография синего неба затронет синюю эмульсию, которая заблокирует всю желтую краску, находящуюся под ней, что позволит пурпурному и голубому слоям перейти на поверхность позитива, сформировав синий цвет. С 1943 по 1946 год разработка мгновенной камеры Polaroid держалась в строгом секрете. Одной из главных проблем, которую тогда пыталась решить компания, была прочность кассеты. Для того, чтобы добраться до конечного покупателя, ей предстояло проделать путь от конвейера через склады, грузовики, магазины, сумки и многочисленные кривые руки, при этом не треснув и не испортившись от малейшего удара или нажатия. Не говоря уже о перепадах температуры других факторах. Но решение было найдено и 21 февраля 1947 года была представлена первая камера для мгновенной фотографии. А уже в 1948 году в центральный универмаг Бостона поступила первая коммерческая Model 95, которая была способна делать снимки лишь в серых оттенках и имела важные ограничения. Необходимо было ждать ровно 60 секунд до того, как отклеить слой негатива с фотографии. Несмотря на то, что по качеству камера не превосходила уже существующие системы, а от фотографа требовало крайней внимательности, покупатели были довольны. Первая партия была раскуплена за считанные минуты. По-настоящему контрастная черно-белая, а не серо-серая пленка Polaroid вышла два года спустя в 1950 году. Переход к черно-белому цвету требовал дополнительного ручного вымачивания проявленного изображения с использованием полимерного покрытия, чтобы предотвратить потемнение фотографии. А уже в 1957 году New York Times назвал мгновенную фотографию равной по качеству лучшим работам, вышедшим из обычных проявочных комнат. Несмотря на небывалую популярность моментальной камеры, Лэнд не верил в маркетинг. Он говорил, что маркетинг нужен для заведомо плохих товаров. Его подход был таким. Нужно показать людям что-то новое и ненужное до этого момента так, чтобы к концу демонстрации те непреодолимо захотели получить этот продукт. Поэтому он превратил ежегодное собрание в компании Polaroid в своего рода шоу. Лэнд поднимался на сцену, показывал новую камеру, объяснял ее новые характеристики, ее возможности. И к концу собрания зрители просто мечтали получить такую камеру. Возможно, вы заметили здесь некоторое сходство с презентациями продуктов Apple, начало которым положил Стив Джобс. Он следил за развитием компании Polaroid в молодости и однажды даже подтвердил, что в основе Apple лежит та же бизнес-модель. В 70-х и начале 80-х он несколько раз посещал штаб-квартиру компании Polaroid, чтобы пообщаться с Лэндом. В 70-х годах Лэнд снялся в небольшом ролике для своих сотрудников, где рассказывал о будущем фотографии. Спустя 40 лет можно с полной уверенностью сказать, что он предсказал многое из того, что происходит в мире фотографий сейчас. Фотокамера будет как телефон. Мы будем постоянно снимать, особенно когда захотим запомнить определенный момент. Камеры будут использоваться наравне с очками или карандашом. Так же легко, как достать кошелек из кармана, открыть его, нажать на кнопку и получить снимок. В то время такие высказывания воспринимались как научная фантастика. Многие художники использовали камеры Polaroid при создании своих работ, начиная с Энсела Адамса, который также был консультантом компании и заканчивая самим Энди Уорхолом. В период с конца 50-х до 1987 года собралась огромная коллекция его полароидных снимков таких известных людей, как Джон Леннон, Мик Джаггер, Сальвадор Дали, Мадонна и многих других. Я не знаю, есть что-то в том, чтобы снимать портрет. Не так, как делать фото для паспорта. Такие редко получаются хорошими. Вы делаете больше одного кадра или только один? Нет, нет, я снимаю как минимум 200, а может и больше. Люди, которых вы снимаете, влияют на конечный результат? Да, влияют. Вы не пытаетесь снимать так, чтобы было похоже на жизнь? А я и не знаю, как. Но полароиды не только у Уорхола пользуются спросом. Моментальные фотографии, снятые российским режиссером Андреем Тарковским, были проданы на аукционе за почти 80 тысяч долларов. На фотографиях, сделанных в конце 70-х, начале 80-х годов, запечатлены кадры со съемок фильма «Ностальгия», жена режиссера Лариса Тарковская, а также поселок Мясной Рязанской области, где в 1970 году Тарковский купил дом. Автор фильмов «Солярис» Андрей Рублев, «Сталкер», «Иваново детство» начал снимать на полароид в 1977 году в Москве и, по отзывам окружающих его людей, был в восторге от возможности моментального получения изображения. Итальянский поэт, писатель и сценарист Танино Гуэра вспоминал, как в 1977 году на его свадебную церемонию в Москве Тарковский пришел с камерой полароид и с большим удовольствием делал снимки. Кстати, фотоаппараты полароид собирались и в СССР, а затем и в России. В 80-х годах во время одной из командировок в США советский физик-ядерщик, вице-президент Академии наук СССР, академик Евгений Велихов на одной из встреч познакомился с тогдашним президентом компанией Полароид Макалестером Буфом. И тот предложил ему наладить совместное производство в СССР. Так, в 1989 году по инициативе Академии наук СССР было организовано совместное предприятие Светозор, которое на протяжении последующих 10 лет выпускало модели Supercolor 635CL и 636 Close-Up. Эти две модели не отличались функционально, а имели различия только в форме корпуса. Производство началось всего с десятка штук и двух мастеров-сборщиков. Оборудование было выставлено в конвейер, но поначалу работать было некому. Два человека попеременно меняли операции от сборки до тестирования. Изначально планировалось выпустить 350 тысяч камер в течение шести лет, но спустя пять лет предприятие рапортовало о том, что объемы производства достигли 200 тысяч фотоаппаратов в год. Но и этого не хватало, потому что продажи собранных на западе полароидов на территории бывшего СССР дотягивали до 1 миллиона штук в год, не считая произведенных Светозором партий. Кстати, не все компоненты для сборки доставлялись из-за границы. Например, электронный блок управления вспышкой производился на Обнинском заводе «Сигнал» и был единственным заводом помимо Малайзии и Шотландии, где производили электронику для компаний полароид. С 1948 по 2005 вышло 40 серий фотоаппаратов полароид. Каждая серия включает несколько моделей, в итоге получается очень-очень много камер. До сегодняшнего дня сохранилась и используется камера, делающая моментальные фотографии размером 50 на 60 сантиметров. Наиболее популярная линейка вышла в 1972 году. Камеры CX-70 сегодня считаются классическими полароидами. Их легко узнать по фотоснимку с белыми полями, которая появляется спереди камеры. В 1982 году Лэнд ушел из компании, и с этого момента популярность полароидов начала понемногу угасать. А затем появились цифровые технологии, которые полностью изменили отношение к фотографии. В 2001 году полароид дважды объявил о своем банкротстве и был перепродан трижды. Казалось, что эре полароида пришел конец, но все же находились энтузиасты, проявлявшие интерес к этим странным устаревшим фотографиям. И в 2009 году последний завод по производству полароидов был куплен тремя предпринимателями и получил название «Невозможный проект». Его все еще можно назвать экспериментальным, но у них много сторонников и почитателей. И тут стоит вспомнить еще одну фразу Эдвина Лэнда «Не нужно делать то, что может сделать каждый». Благодаря Impossible Project в 2017 году впервые за долгое время вышла новая камера с хорошо знакомой надписью «Полароид». Она называется One Step 2. Камера делает моментальные фотографии, в ней есть таймер, вспышка и USB-порт для зарядки. One Step 2 еще не поступила в продажу, но доступна для предзаказа. В камере используется пленка iType, которая изначально создавалась для оригинальной камеры Impossible Project i1. В период с 2008 года различные компании могли получить лицензию на использование патента на технологии Polaroid. Но в 2017 году компания-учредитель Impossible Project выкупила все патенты Polaroid, а также все права на интеллектуальную собственность. Что все это значит? Это значит, что скоро можно будет купить новую камеру Polaroid всего за 99 долларов. А на сегодня все. Надеюсь, было интересно и познавательно. Вступайте в нашу группу ВКонтактике, свежие ролики будут прилетать прямо в ленту. Текст писали Макс Мирончик и Анастасия Эвер. Текст читал Стас Маев. Новый ролик Кая озвучивает Андрей Музычкин. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова